Жители поселка Становое в североказахстанской области с приходом зимы остались без чистой питьевой воды. По словам сельчан, проблема с водоснабжением в поселении существует давно. Но с каждым годом ситуация ухудшается и порой людям приходится пить ржавую воду и даже растапливать снег, чтобы приготовить пищу. Как получилось, что две сотни человек, проживающие всего в 60 километрах от областного центра, остались без элементарных благ цивилизации, расскажет Айдан Анураш. Иногда мы воду топим, снег берем, а запасаемся вот этой водой, которую мне привозят на тракторе. Живительную влагу многодетная мать Кулялтын-Гурская покупает у местного тракториста, который каждый день курсирует между областным центром и поселком. А когда дороги окончательно заметает, ей приходится черпать снег и плавить его на печке. Какая-никакая, а вода, говорит Кулялтын. На протяжении четырех лет, неважно там какая погода, да, там лето, зима, осень, ну конечно летом как бы попроще, потому что трактора работают, зимой с этим сложнее. И вот мы уже четыре года подряд воду заказываем и нам ее сюда привозят. Вода также платная. По словам сельчан, ржавая вода, которая течет из-под крана, подается с перебоями в определенные часы. Пить ее сразу опасно. Вот и приходится очищать воду всеми возможными способами. Сейчас сделали три раза в день, не такая же ерунда. Вода вообще нехорошая. Это вот сначала наберем флягу воды, наберешь, она вот стоит целый день, вот сутки стоит, чтобы хотя бы так ржавчина осела, потом только можно ее пить. И даже вот ее наливаешь, все равно вот эти вот ржавчины, вот эти, как песок, он плавает по воде. О том, что жители поселка оказались в такой ситуации, местные власти знают. По словам главы района, в этом году в населенном пункте проложили водопровод. Однако из-за отсутствия новой пришлось подключиться к аварийной магистрали. Поэтому по трубам бежит непригодная для питья вода. И вот в этом году мы в десяти селах, в десяти селах эту работу здесь провели. В десяти селах. Это в том числе город Мамлютка. Именно для своего времени. Но, к сожалению, к сожалению, обязательства на сегодняшний день РГП Сельсу не исполнило. Водопровода магистрального нет. Резервуара чистой воды нет, которые перенесены на 2021 год. В поселке Становое, что в 60 километрах от Петропавловска, проживает порядка 200 человек. Всего же в североказахстанской области централизованным водоснабжением обеспечено 82% жителей. Айдана Нураж, Салима Базарбекова, Куаныш Альтенов, телеканал Алматы, Североказахстанская область.